Здравствуйте! С вами программа Обыкновенные рецепты здоровья. Меня зовут Елена Бектагирова и вот что мы сегодня вам расскажем о причинах и профилактике некоторых видов онкологических заболеваний. Три способа побороть сонливость на работе. Как сохранить спину здоровой и на какие симптомы стоит обратить особенное внимание. Об этом, а также о лечении заболеваний щитовидной железы и новости здоровья в ближайшие полчаса. А начнем обыкновенные рецепты здоровья с сюжета о стельках. Оказывается, это, казалось бы, обычная вещица, способна предотвратить ряд заболеваний. Эльбрус – настоящий шопоголик. Все должно быть с иголочки, но главная его мания – это оба. И дело здесь не только в стремлении следовать моде, но и в простой необходимости. Любая обувь, независимо от качества и цены, выходит из строя буквально за месяц-полтора. Только за один сезон молодому человеку приходится покупать около четырех пар обуви. Раньше я не обращал на это внимания, но у меня постоянно очень болели ноги после того, как я долго находился на ногах. Ходил и обратил внимание на то, что обувь постоянно стаптывался в одном и том же месте. Думал, ну, это некачественный производитель, но потом это просто вошло в систему, и я обратился к врачу, и он поставил диагноз плоскостой. Врач назначил Эльбрусу комплексное лечение – проходить ежегодный осмотр у ортопеда, делать лечебную гимнастику, а также пройти компьютерную диагностику, изготовить индивидуальные ортопедические стельки с учетом анатомических особенностей именно его стопы. Компьютерная диагностика стопы осуществляется на специальном оборудовании, которое называется плантавизор. Двух проекций снимаем ноги – это снимок сзади и снизу. Снимок сзади определяет завал голеностопа, снимок снизу – продольную поперечность степени, плоскостопие определяет. Специальная программа обрабатывает эти снимки и выявляет уже результаты. 20 минут, и все параметры вашей стопы как на ладони. Индивидуальные стельки изготавливаются по компьютерной диагностике. Процедура занимает не более 20 минут. Такая процедура проводится в год два раза. В стельке изготавливается 5-6 рабочих дней. И стельки служат в среднем 3-4 года. Ну что ж, у истории нашего героя хэппи-энд. Причина износа любимого обуви установлена, предприняты все меры для лечения плоскостопия. И теперь не только коллекция его обуви в целости и сохранности, но и здоровье. Я эти стельки ношу 3 месяца. Результат я почувствовал спустя 2 недели. Я чувствую легкость в ногах. Мои проблемы все в прошлом. Обувь моя изнашивается в прекрасном состоянии. Индивидуальные ортопедические стельки становятся настоящей палочкой-выручалочкой. Они назначаются уже на начальных стадиях плоскостопия и корректируют деформацию стопы. Такие стельки, изготовленные специально для вас, работают именно с вашей ногой, именно с вашим параметром стопы. Они избавляют от лишних нагрузок, позволяют комфортно двигаться, предотвращают износ суставов, устраняют боли и усталость в ногах и пояснице. Также они особенно хороши при наличии пяточной шпоры. Кроме того, это существенная экономия, поскольку такие стельки предотвращают износ любимой обуви. Центр стопы и осанки всегда рад видеть всех, кто заботится о своем здоровье и здоровье своих близких. Подробности по телефону 240-43-11. Наш сайт www.kazanstopa.ru 4 февраля – Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Специалисты утверждают, что приблизительно в третье случаев рак можно предотвратить. Кстати, некоторые виды онкологических заболеваний вызывают инфекции. Еще в XIX веке ученые установили связь между частотой встречаемости рака шейки матки и активной половой жизнью. Было доказано, что женщина, имевшая в течение жизни более 10 половых партнеров, имеет в три раза больший риск заболеть раком шейки матки. Дело в том, что частая смена сексуальных партнеров – это почти всегда инфекции. Особую опасность представляет вирус папилломы человека. В Татарстане статистика такова, что заболевают ежегодно 297 женщин и также 40% в запущенной 3-4 стадии. И излечивается из этих 40% человек 30-40. Излеченность – это значит, что они живут 5 лет и более. Ни у одного онкологического заболевания нет специфических симптомов, поэтому самостоятельно женщина никогда не почувствует, что у нее начинается рак. Только на запущенных стадиях появляется кровотечение. Потеря аппетита, слабость, быстрая утомляемость, падает гемоглобин, иногда чуть-чуть вес. Но многие женщины этому очень-очень бывают рады и никогда особо не обращают внимания на это. Обнаружение рака шейки матки на ранней стадии – это не дело везения, это необходимая процедура. Без всяких жалоб два раза в год у гинеколога она должна побывать и сдать мазок просто на степень частоты. Очень давно уже внедрен в практику гинекологический аппарат калипоскоп. Это просто огромный микроскоп, который мы рассматриваем шейку матки. Для выявления рака шейки матки на ранних стадиях существует специальный тест – цитологическое исследование. Его регулярное прохождение рекомендовано каждой женщине один раз в год. Этот минимум дает возможность своевременно установить присутствие или отсутствие раковых клеток. В первой стадии, если это распознается нулевая, один А стадия, там минимальный хирургический объем, который на самой шейке делается. И детородные функции, естественно, сохраняются. Для профилактики рака шейки матки рекомендуется вакцина от вируса папиллома человека возрасте от 12 до 26 лет. Именно этот вирус многократно повышает риск возникновения рака. Также раннее лечение предраковых заболеваний шейки матки, таких как эрозии и дисплазии, считается основой профилактики рака шейки матки. Медицинский центр формулы здоровья – это прием врачей ГИДУ, ВРКБ, терапевт, гинеколог, уролог, мамолог, лор, эндокринолог. Современное диагностическое оборудование. При центре работает лаборатория. 570-58-88. Ну а прямо сейчас я, как и обещала еще в прошлой программе, расскажу вам три способа, как побороть сонливость на рабочем месте. Для офисных служащих основная причина желания поспать – это недостаток движения и кислорода. Как с этим бороться? Очень просто. Несколько раз за день делайте перерыв хотя бы минут на 10 и выходите на воздух, где бодрым шагом совершите короткую прогулку. Если уж у вас нет никакого желания выходить на мороз, то сделайте разминку прямо в офисе. Проверено – отлично помогает. Ну а мы продолжаем тему онкологических заболеваний. Онкология звучит как приговор, но это не так. В арсенале современных врачей есть методы для эффективной борьбы со смертельно опасными недугами. В случае раковых заболеваний самое важное – это ранняя диагностика. И она есть. Исследование крови на онкомаркеры позволяет выявить раковые клетки и в некоторых случаях обнаружить, в каком органе возможно развитие опухоли. Онкомаркеры – это специфические вещества, которые выявляются в крови и в моче, которые характерны для тех или иных опухолей образования. Онкомаркеры – это, пожалуй, те исследования, с которых начинают исследования на наличие предполагаемого онкологического заболевания. Сдать такой анализ может любой желающий. Но в особенности это исследование необходимо тем людям, у родственников которых были онкологические заболевания. Как скрининговый метод для отбора, скажем, пациентов, у которых может возникнуть подозрение на наличие образования, этот метод, конечно, достаточно хороший, достаточно прост. Сдав кровь на онкомаркеры, можно выявить предрасположенность или начальную бессимптомную стадию рака мочевого пузыря, яичек, яичников, молочный, поджелудочный и предстательный желез. Прямой кишки, печени, легких, кожи и желудка. Любое заболевание намного легче и быстрее вылечить на ранней стадии. Клиникодиагностический центр «Лабмед» предлагает широкий спектр услуг, прием высококвалифицированных специалистов, все виды лабораторных анализов. Телефон 236-10-10. Еще один простой и приятный способ для снятия офисной сонливости – ароматерапия. Масло цитрусовых и хвоя прекрасно устраняет желание поспать. Кстати, может, поэтому мы в Новый год бываем такие бодрые. Из-за запаха хвои и мандаринов. Итак, купите масло сосны, апельсина, грибфрута или можжевельника. Намажьте кожу замочками ушей, под носом и на запястьях. Будет щипать, но бодрящий эффект вы ощутите уже через минуту. Не хотите острых ощущений. Используйте аромалампу. И эти свежие острые ароматы подарят вам ощущение праздника. И наш следующий сюжет тоже будет о празднике, который устроили детям с ограниченными возможностями хорошие люди. Сегодня все ребята пришли для того, чтобы поиграть в боулинг. А еще поесть самые вкусные угощения. Пиццы, замечательные коктейли и вкусно-вкусно картошечку. Мы здесь никогда не были. Нас возили в кино, куда в Питер даже ездили. Мы тут первый раз, правда скажу, мы никогда в боулинг не играли. Мне понравилось танцевать, кидать там кегли. Мне то, что понравилось. Хочешь когда-нибудь еще прийти сюда поиграть? Да. А наши друзья вам подарят волшебных игрушек! Благотворительный фонд «Июль» предлагает поучаствовать в благотворительной акции «Помощь ближнему». Поддержку могут получить участники Великой Отечественной войны, инвалиды и малоимущие. Ну а я расскажу вам еще один способ взбодриться на рабочем месте. Желтый цвет. Он тонизирует, бодрит и стимулирует деятельность мозга. Установите желтые предметы на столе, периодически отвлекайтесь от работы и созерцайте их. И еще. К этому можно добавить бодрящую музыку. По мнению ученых, знаете, кто самый пробуждающий композитор? Моцарт. Уверена, что под его бессмертные композиции сон как рукой снимет. Ну а нашу программу продолжит сюжет о лечении щитовидной железы. Семья, работа, дом. Современной женщине нужно все успеть. Всем угодить, детей в садик собрать, мужа на работу проводить. Наконец, рабочий день миновал и снова не до отдыха. Результат – переутомление, стрессы, возникают проблемы с щитовидной железой. А времени на себя все нет. Обращаться к врачу, конечно, нужно своевременно. Именно от этого будет зависеть успешное лечение. При первых же жалобах, как правило, назначают УЗИ щитовидной железы. Если в щитовидной железе возникли изменения, важно немедленно приступить к лечению. Так как со временем изменения в ней только прогрессируют. Самым серьезным изменением в щитовидной железе является злокачественная опухоль. Единственным возможным решением этой проблемы может стать оперативное вмешательство. Поэтому важно своевременно начать лечение. Можно прибегнуть и к введению извне искусственных гормонов или к облучению радиоактивным йодом. Еще один способ – рефлексотерапия. Это лечение посредством воздействия на биологически активные точки организма сверхмалыми электрическими импульсами. Этот метод позволяет восстановить нормальную работу щитовидной железы. Для лечения заболеваний щитовидной железы применяются методы современной рефлексотерапии, которые восстанавливают процессы саморегуляции, устраняют причину заболевания щитовидной железы. В процессе лечения восстанавливается структура щитовидной железы, улучшается ее функция, щитовидная железа начинает вырабатывать гормоны в нужном достаточном количестве. Заболевание щитовидной железы имеется у каждого третьего россиянина. Если вы стали замечать, что набираете вес без причины и вам не хватает энергии, и вы почувствовали, что стали раздражительны, значит пришло время проверить щитовидку. И все же лучшее лечение – это профилактика. То есть следить за питанием, не забывать включать в рацион продукты, содержащие йод, заниматься фитнесом, избегать снотворных препаратов и не поддаваться депрессии. Реоцентр БУЛАК. Возможно лечение по полюсу добровольного медицинского страхования. Телефон 292-69-57. Ну а сразу после короткой рекламы обыкновенные рецепты здоровья отправятся в гости к врачу-неврологу, который, я надеюсь, расскажет нам, как сохранить спину здоровой. Я уверен в завтрашнем дне. С тех пор, как я открыл свой первый вклад в Интехбанке. Вклады в ОАО Интехбанк. Интехбанк – ваш банкир. Защитит свое сердце. Консультация кардиолога, терапевта. УЗИ сердца. Медицинский центр на Глушко, 22Г. Телефон 524-34-18. Лабораторные и генетические исследования от клиники 100+. Доступно. Надежно. Качественно. Здравствуйте. Здравствуйте. Как доехали? Все хорошо, спасибо. Пойдемте. И сейчас я нахожусь в гостях у Шагиевой Диляры Рахимовны. Диляра Рахимовна вот уже более 8 лет занимается лечением болезни позвоночника. И сегодня мы не просто расскажем, как лечить грыжу диска, остеохондроз, радикулит, но и наглядно продемонстрируем некоторые методы. Согласись, что просто невозможно радоваться жизни, когда не поворачивается шея, но и от спина болит позвоночник. А сколько тяжестей приходится поднимать в течение дня? Ребенку, сумку или что-то другое. Нагрузки на позвоночник порой так велики, что он просто их не выдерживает. Диляра Рахимовна, на мой взгляд, практически каждый второй человек сталкивался с невыносимой болью в позвоночнике, когда невозможно разогнуться или повернуть шею. Почему это происходит? Откуда вдруг, рано или поздно, возникает эта боль? Позвоночник является стержнем организма, он несет на себя самую большую нагрузку. Причин возникновения заболевания позвоночника много. Это наследственность, травмы. Больше всего нагрузка – это за счет неправильного образа жизни. Тяжелый физический труд, неправильно подобранное рабочее место. У детей это неправильно подобрана высота парты. Малоподвижный образ жизни. Я имею в виду слабые мышцы спины, которые неправильно держат спину. И при любом движении возникают боли. Сначала незначительные, затем нестерпимые, не дающие вести нормальный образ жизни. А правда, что если человек будет самостоятельно лечиться, допустим, при помощи согревающих мазей, то он только собственноручно навредит себя? Абсолютная правда. Занимаясь самолечением, пациент приводит заболевание к хронической форме. Или приводит к страшнейшим последствиям – это уже операция. У меня есть пример. У меня была недавно на приеме пациентка, 35 лет, учитель. Она пришла с нестерпимыми болями. Начиналась проблема более 5 лет назад. Она как-то переносила кирпичи в мете с мужем. Боль была сначала незначительная, потом усиливалась. Она занималась самолечением, принимала мази, уколы, таблетки. Однажды просто она мыла полы и не смогла разогнуться. В таком состоянии она пришла ко мне на прием. На лечение я ее взять не смогла, хотя у меня огромный арсенал методов лечения. В связи с тем, что это все, это уже операция. Время упущено. Диляра Рахимовна, я правильно поняла, что самое главное – это не избавиться от боли, хотя это тоже, конечно, немаловажно, а устранить ее причину? На этом примере я показала, что боль бывает незначительной, к чему она может привести. При необращении внимания на боль это грозит операцией. Операция – это очень большие риски, никаких гарантий. Пациенты более одного года восстанавливаются, соответственно, в это время не могут не работать, не вести нормальный образ жизни. Я предлагаю не затягивать и перейти к тому, ради чего, собственно, вы меня сюда сегодня и пригласили. Я думаю, телезрителям тоже будет интересно вместе с нами пойти и посмотреть, как проводится диагностика заболеваний позвоночника. Да, Елена, сегодня мы как раз договорились с пациенткой, которая любезно согласилась поучаствовать в нашей съемке. Пойдемте? Пойдемте. Во время программы и после нее для вас работает телефон обратной связи 555-6-333. Задавайте свои вопросы. Мы будем рады вам помочь. Задавайте свои вопросы. Какие жалобы? Вы знаете, доктор, у меня очень болит поясница, особенно когда при движении ходишь, прям стреляет в ногу. А боли у вас давно возникли? Как долго болеете? Ну, вы знаете, очень давно, просто никогда не лечилась. Такими пользуюсь, мазями просто обезболивающими, которые есть в аптеке, а к докторам не обращалась. После проведения визуального осмотра и магниторезонансной томографии пациентке был поставлен диагноз – грыжа диска поясничного отдела и подобрана индивидуальная программа лечения, которая включает в себя остеопатию, рефлексотерапию, активный кислород и изометрическую кинезиотерапию. Обычно страшно идти к врачу, когда не знают, что тебя ждет. Теперь, я думаю, наши телезрители, те, которых мучают боли, обязательно пройдут обследование. А прямо сейчас вы увидите опасные симптомы, которые должны привести вас в кабинет к врачу-неврологу. Опасные симптомы – боль в спине, прострелы, онемение, головокружение, шум в ушах, мелькание мушек перед глазами, головные боли. Во время программы и после нее для вас работает телефон обратной связи 555-6-333. Задавайте свои вопросы. Мы будем рады вам помочь. Елена, мы только что были на первичном приеме. Сейчас я вас приглашаю в кабинет рефлексотерапии, где и будет проходить сеанс иглорукалывания. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. 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 Раим Ракидович, расскажите, пожалуйста, в чем суть данной процедуры? Иглорукалывание – один из наиболее эффективных методов лечения проблем позвоночника. При иглорукалывании оказывается такое воздействие, как аналгетическое, то есть противоболевое, противоотечное, противоспазматическое. Именно эти процессы включены как раз в заболевание и составляют как бы порочный круг, который поддерживает боль. Иглорукалывание позволяет снять явления отека, болевые ощущения, спазмы, и благодаря этому восстанавливается кровообращение. Ну, то есть после этого происходит восстановление как бы, и у пациента улучшается самочувствие, снимается боль. На первый взгляд кажется, что это очень болезненная процедура. Впрочем, давайте поинтересуемся у пациентки, что она чувствует. Ну, как ощущения? Ну, вы знаете, абсолютно не больно, даже никакого дискомфорта я не испытываю. Во время программы и после нее для вас работает телефон обратной связи 555-6-333. Задавайте свои вопросы. Мы будем рады вам помочь. Диляра Рахиевна, было очень интересно посмотреть на все собственными глазами. Сегодня мы смогли увидеть процедуру иглорукалывания. Расскажите, а какие еще существуют методы лечения заболеваний позвоночника? Используется комплексное лечение, которое быстро, эффективно и в кратчайшие сроки избавляет от этой проблемы. Применяются такие методы, как мануальная терапия, остеопатия, герудотерапия, рефлексотерапия, фармакопунктура, активный кислород, лечебная физкультура, пассивная суставная гимнастика и изометрическая кинезиотерапия. Хорошо. А если я спрошу конкретно, боль в спине как результат грыжи диска? Насколько я знаю, грыжи диска оперируют? Да, оперируют, но это должен быть шаг отчаяния, когда другие методы совершенно не помогают. Бывает, что пациенты приходят после операции с такой же болью. То есть операцию провели, грыжу удалили, боль осталась. То есть возник рецидив. Надо лечить не следствие эту грыжу, а причину. Надо лечить позвоночник. Диляра Рахиловна, огромное спасибо за интересную и полезную беседу. Если будет возможность пригласить меня еще раз и показать какие-то другие методы лечения, я с удовольствием приеду. Ну а мы продолжим сразу после небольшой рекламы. Во время программы и после нее для вас работает телефон обратной связи 555-6-333. Задавайте свои вопросы. Мы будем рады вам помочь. Напомню, что с вами программа «Обыкновенные рецепты здоровья». И прямо сейчас Елена Александрова расскажет, что интересного открыли ученые-медики за прошедшую неделю. На это у нее всего 60 секунд. Здравствуйте. События минувшей недели еще раз доказывают, что ученые всего мира без работы не сидят. Что же нового? Об этом прямо сейчас и ровно за одну минуту. Улитки способны продлить жизнь человека на сотни лет. Австралийские ученые обнаружили удивительную способность улиток полностью останавливать свое старение на период спячки. Оказывается, человеческие гены почти на 50% схожи с генами этих склизких долгожителей. Поэтому биологи полагают, что и люди обладают генами спячки. Пока австралийские ученые изобретают эликсир молодости из моллюсков, чилийские исследователи объявили о создании первой в мире вакцины от алкоголизма. Принцип действия основан на многократном усилении симптомов похмелья, в результате чего желание употреблять алкоголь просто исчезает. А вот в Казани медики разработали уникальный метод лечения пациентов, у которых повреждены нервы. Операция состоит всего из одной инъекции введения клеток в собственной жировой ткани. Этот уникальный метод буквально ставит на ноги пациентов с такими диагнозами, как ишемия нижних конечностей, повреждение нервов и сосудов. На этом у меня все. Берегите себя и будьте здоровы! На этом обыкновенные рецепты здоровья исчерпаны. И в следующей программе я расскажу вам три способа для быстрого засыпания. Счастливо! Студия декора и флористики ШИФА. Искусственные растения и эксклюзивные предметы интерьера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok